Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга пророка Исаия, 9 глава, 6-7 стихи. И во младенец родился нам, Сын дан нам. Владычество на раменах его и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Вот как Господь делает, что я просто поделюсь. Готовился к этому сколько времени, заложил закладки, 14 мест надо посчитать. Остается полчаса до этого. Заново просматриваю, какой день, как 7. И во время уже, когда пошло богослужение, просто Господь показал, что один стих только едва сумею объяснить. Все остальное оказалось подождет до другого дня. Будьте внимательны к тому, что сейчас скажем. Я сегодня считал святых отцов о Рождестве, как они говорят. Кажется, говорят совершенно не о том, что 25 декабря, это конец 4 века, говорит Ангела Таул с подробностями. И когда пришел, вышел какой жертвенник, эта завеса была одна сторона ведьма для народа, а другая невидимая. То есть это вообще ниоткуда берется. Но это нужно было. И оказалось, Запад первый стал праздновать Рождество. А до этого благовещение, я не говорю, явление Бога, крещение. Это был главный праздник христиан все четыре столетия. Рождество вообще не отмечали. А теперь, как подопсадить? Объединить вместе. Потому что там неизвестно, когда пришел, а тут посчитали 25-е. Я стал думать, а почему так? Сегодня-то об этом вообще речи даже нет. Воды набрать, народ ломится, искупается в ледяной воде. Это язычество, как ныне покойный епископ наш, Евтихий всегда говорил и доказал. Это язычество. Здесь получается, что Бог открывает им. Но они понимали апостола, эти пророки? Не понимали. Бог ищет поклонников в духе истине. Они в духе были, но не в истине. Они были в образах. Это Писание говорит. Ну какое отношение баран имеет ко мне? Баран пасется, никого не трогает. Я грешу, а он должен теперь за меня помирать. Мало того, козел отпущения. Сегодня кого виновных находят, на него все попадают. Так и было. Отпустить на него возложили руки. Рукоположенный был козел. А волкам его на съедение. А я без грехов остался? Нет. Это напоминание. Почему сегодня? Во Христа креститесь. Какое отношение имеет это к сегодняшнему дню? Никакого. А вот как раз и показывает, что было крещение Господа. Это главное. Проповедь была. А сегодня ее нету. Почти нету. Может быть процент от вас священников, которые считаются за необходимость. Парел говорит, горе мне, если не проповедую. Горе. А сегодня главное в службе ничего не пропустить. И все. Я проходил полный курс семинария. Мы трое были. Ну и приезжает священник и говорит. Особенно, когда Великий пост, трудно. С одной книги в другую. Как это запомнить? Он говорит, не запоминай. Главное, непрерывно считайте. Она вот еще все равно не знает. Надо остановки, чтобы не было. Это говорит никто, а кандидат богословских наук, считаю, в царстве небесном он теперь. Бог это открывает. И вот тайна. Вы слышали это слово тайна. Я дальше стал задуматься, почему называется президент, какие-то избранные люди, царь, император. А здесь секретарь. Генеральный секрет. А теперь, говорит, ты видел, написано тайна. Вот оно откуда идет все. Почему дьявол подражает во всем обезьяна. Вот Христос что делал? Святые говорят, дьявол, когда будет посорять Антихриста, он во всем постарается быть подобным Сыну Божию, Иисусу Христу. От кого рожден, в каком месте, как он действовал. Но тайна, главное, остается воскресение. Вот против этой тайны воскресения, 2000 лет сегодня война идет. Как только Христос воскрес, сразу ложь на первое место выскочила. Скажите, что мы спали, а его украли. По римским законам, если они спали, они даже в этот день погибнут все. Всех зарежут. Это была строжайшая дисциплина. Это сегодня может заснуть, пока вниз головой какое-нибудь ощущение с ней спустят. Тогда было не так. Ну, ученики пришли и украли. Ну, если вы спали, как они украли, вы почему видите, что ученики-то? То есть, ложь на копейки не стоит. Но и все равно еще надо закрепить все дали денег. И вы знаете, кто сделали это? Так говорит нам Слово Божие. Дальше возникает новая религия. Более опасная, более страшная. Из всех религий на земле сегодня, более антихристианской религии даже нет. И они объявили. А он не умирал. Вот где кроется все. Там секреты идут. Здесь не умирал. А раз не умирал, значит не воскресал. Его просто он был. Но его просто, он не Бог, а просто пророк. Когда мы начинаем Слово Божие, мы видим тайну. Первая тайна была та, которая от всех сокрыта. Дьявол многое знает, но тут он не знает, ты ли Сын Божий. Если ты Сын Божий, он до самого последнего момента не мог понять. Он знает, там было, от кого он сброшен. Он был поставлен Архангел Михаил. Была война. Мы считаем 12 главы Откровения. И он оказался на земле. И написано, горе, живущим на земле, к вам сошел дьявол в великой ярости. А ярость его заключается в чем? Он лжится, отец лжи. Евангелие Откровения 8, 44. Вот эту ложь он считает за правду. Мы должны показать, что да, человек рождается и умирает. В Адаме все умирают. А почему Адам? Нельзя говорить так. Мы все рождаемся за родышем смерти. В нас она уже сидит. Вот ребенок растет, а он уже умирает. Вот сколько ему дней, столько дней он приблизится к смерти. В Адаме все умирают. Адам согрешил и умер, но уже за это сегодня показывают, больше ста миллиардов людей на земле. А дальше отчаяния нет никакого. А во Христе все живут. Ну, умер Христос. 1, 29 Евангелия Откровения говорит. Вот Агнец Божий, Агнец Ягненок, который берет на себя грех мира. Вот чего не знал дьявол. Он не знал, как от воплотиться Бог и вдруг человек. Он не знал. И поэтому Ирод, как слуга дьявола, он мог бы в эту же ночь все прекратить, чтобы не было Христа. Никак. Волхов научил Господь. Идите другим путем. В эту ночь дьявол уже затеял. Мечи тащатся. Сейчас будет издан приказ. А во сколько? Да говорят так, где-то два года назад звезда возникла. Они шли пешком. Это, видимо, день возрождения. Так они подсчитали Ирода. И так, где-то было в Вифлееме. До двух лет мальчиков всех зарезать. Это же нельзя сегодня вообразить. Ну, одного надо было. Ну, все равно ты умирать будешь, Ирод. Ты рано или поздно отдашь жизнь свою. Кому? У него сыновья. У Ирода свои. Хорошие. Учатся в Риме. Возвращаются в отпусы. Кто-то шепнул. Ну, они там университеты заканчивают. Править государством. И кто-то шепнул, что они хотят тебя сбросить. Сразу казнил. Его никто не любит. Но, умирая, он хочет, чтобы народ плакал. Он приказал перед этим арестовать самых знатных людей. Популярных в народе. Как только он глаза закроет, всех умертвить. И народ будет плакать. Да даже идиотами нельзя назвать было. И здесь я вот трепетал. Он не знал, где он. Иначе бы бросились на Египет. Догнали или что-то. Он не знал. И вот эта тайна нам открыта сегодня. А кто он такой? А Девы Марии. Деву, чтобы приготовить этот сосуд, 5508 лет прошло. Какой-то, может, не доставка в какой-то девушке. Ну, а как если ее избрал, а она не выйдет замуж. И поэтому закон был. Обязана выйти в 16 лет замуж. Ну, у них там раньше 14-летние пошли уже. Ну, в Богородице было неполно, говорю, 14 лет, когда ребенок был уже на руках. Это закон такой был. Если она предназначена, она не вышла замуж, и нарушено будет то, что Господь назначил. Дьявол ничего этого не знал. И вот здесь теперь говорится, кто родился и в кого мы уверовали. Чтобы вы поняли, какую тайну нам Бог открыл. Еще раз прочитаем. Повторяю, 9 глава, 6 стих и 7. Два стиха. А вся глава дальше говорит, как люди примут, какие будут, читать не будем. Ради праздника просто сократить хочу. Потому что и так я на одном стихе останавливаюсь. Просчитай, пожалуйста. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Значит, младенец мужского рода дан израильскому народу. А у вас вера еврейская на нас нападает. Да, Бога избранный народ. 12-3 бытие. И им Бог обещал никому больше. И что будет? Дьявол жарит в питу? Не забывайте. Пятка. Самое уязвимое место. Ахиллесова пята, говорит. А почему? Где мы? Когда идем, сначала мы на пятку становимся. Соприкновение с плотской землей. Вот тут тебя дьявол мирскими привычками, желаниями и топит. А ты будешь поражать его в голову. А для него главное, это что? Убийство. Господь разрушает его. И ложь. Родился. И что? Сын дан нам. Дан он, дан. Но он не просто так родился. А это тайна. Дьявол уже знал, как вот, что баранов приносят. Опять приходят сегодня такие же жертвенники. Определенные дни называют для этого. А ничего нет. Он не знал, как это воплотиться. Бог, а она человек. Как это может быть? Вот эта величайшая тайна, которая сегодня коснулась. На нее больше обращает внимание западная церковь, чем восточная. Восточная – это Пасха, главный праздник у нас. Ну, мы отмечаем Рождество, как установили святые отцы. Что он сделал, дьявол? В первую очередь, оболгать. Человек грешен. Он такой, есть его не спасти. И как, а я сделал грех, убил кого-то, и мне будет сказано, ныне со мной в раю будешь. Он никак не мог понять этого. И он уже на кресте, и в это время крещит толпа. Сойди с креста, и мы поверим, что ты Христос. То есть не умирай. Почему впервые в мире умирал безгрешный человек? Святые говорят, что крещал дьявол через глотку людей. Поэтому многое, что бывает между людьми, не сам человек на это додумается, там обвинять в чем-то. Итак, владычество на раменах его. На плечах его владычество. А что на плечах было? У первого священника, у него два нарамника были, как шитые, как гнездышки. И два камня лежали. И на них написано по шесть имен, израильских колен. На раменах. Это рамена и плечи. С силой, в общем, он спасает весь еврейский народ. Но теперь и мы записаны там. Наше имя вписано у него в книгу жизни, когда он избрал. Вы запомните, дал нам новое имя, назовут христиане. Не все. Он назвал нас святыми и избранными. Сегодня на это так кидаются все. Много званых, мало избранных. Если мы не избранные, значит мы просто пришли так, по знакомству друг к другу. Итак, сойди с креста и уверуем. Он умирает, а греха нет. И вот дьявол здесь вмещается. И сегодня то же самое. Оно прямо рядом с нами. Веровать необходимо. Мой грех его распял. Он родился, родился ради меня. И нарекут имя ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности. По одному нам слову. Невозможно объяснить даже. Вот в кого мы уверовали. И отец он называется одновременно. Вечности. Он творец всего мира. Дал нам новое имя, назовут христиане, назовут святыми и избранными. В каждом послании Павел говорит об этом. Помните это, прежде чем что-то сделать, то, что рик Божий отвернется от нас. В сегодняшний день истинную силу будет иметь тогда, когда, скажем, у меня был день, когда благодать у Духа Святого во имя Иисуса Христа он меня родил свыше. Я на одно имя свыше хотел показать, как это слово объясняли в Ветхом Завете. Тут все в закладке стоят. Но ради праздника просто задуматься. Вот один стих еще. Как он называется? Отец вечности, князь мира. Князь мира. Какие бы ни были правители, ты говори, а Христос выше. Да сейчас ты знаешь, что делается? Кто победитель будет в этой войне? Мы скажем, где Христос, там победа. Где много? Нет, даже один. Я один, и он один, и с нами Бог, и они ничего не сделают. Как так? Так они могут убить. Это победа наша. Победа в том, что ты умер и не отрекся. У нас все по-другому. Мы должны на это просто переключиться. Мир обращает что-то, где-то, как-то. Почему святые отцы вот сумели себя переломить? В прошлый раз я объяснял одно слово из качества лидера. Это решительность. Сегодня, вот сейчас, проверь себя, когда ты родился, когда благодать тебя коснулась, когда матерью твоей стала Церковь Христова, святая и православная. Умножению, владычество его и мира нет предела на престоле Давида. То есть он все захватил Господь во всем мире, где бы кто ни был. И в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Коротко закончить это. Случилось кораблекрушение. И несколько человек воной выбросило некое корабль в зоны крузы. Прошло несколько времени, они видят огонек, костер. Они туда, ну, там живут аборигены. Может быть, людоеды? Стали, и они заговорили с ним на английском языке. А он сначала не знал, этот капитан спасся, и давай над ними смеяться. Вы поклоняетесь, это уже все доказано, никакого Бога нет. Эволюция! А их начальник, кто там, бывший гикарей, говорит, благодарите Бога, два года назад было кораблекрушение, и к нам забросило людей, они нам рассказали о Христе, иначе вы уезжали сегодня на огне. Вы вкусно пахнете. Поэтому благодарите Бога, когда вам встречается человек-христианин, какого бы ни было другого толка, что владыщество на раменах его. Ревность Господа Саофа соделает это. Пусть наша ревность о спасении своем, а на первом месте о прославлении Господа соделает это, что мы сияли, как звезды. Та звезда, которая привела их, чтобы наша жизнь многих подвигнула к тому, сияющая, как незаходимое солнце и звезда, что мы христиане и православные и облагодатственны в этот день. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос.